Можно ли плаквинил, метипред принимать в процессе стимуляции или перед подсадкой только? Под вопросом Т-образная матка после миомэктомии сказали эмбриотрансфер 3,9 очень большой, чуть ли не сурмама рекомендовано, так ли это действительно влияет? Вытянутая полость. Вот это очень интересный вопрос, вот эта Т-образная полость матки, она считается сейчас, что она связана с приемом определенных препаратов мамой женщины, вынашивающей девочку, препараты, которые назначались при угрозе прерывания, так скажем. Возможно, это связано с этим. Да, это может какие-то определенные сложности вынашивания давать, но не всегда. По поводу подсадки, да, вот и насколько рекомендована сурмама, я не могу так часто просто по вопросу сказать, там очень много, то есть крайне редко к этому приходится прибегать, слава богу. Поэтому, возможно, нужно на индивидуальном приеме смотреть, насколько, да, вот какая ситуация. Плуквенил и метипред принимать в процессе стимуляции теоретически можно, потому что мы в том числе и яйцеклетки защищаем от повреждения аутоиммунными антителами, и качество яйцеклеток, они не травмируются, они могут травмироваться антителами тоже, повреждаться, поэтому эти препараты теоретически могут быть назначены и до пункции еще для того, чтобы яйцеклетки росли максимально хорошими. Редактор субтитров А.Семкин